николай пана чух так никогда не брешь бы таким вещами копировать если мне уже не просто а общими фразами а конкретно дали какой потерял да еще с наоборот умру от этого обозвательности сейчас где-то мне надо сюда воткнуть это все впереди передергал и полка с этими развити вы как не стыдно как не стыдно было писать что обман и шарлатанство не передается сатарка я клянусь богом что мне эту фотографию прислали прислали через павла троценко чек и нет никаких сомнений что-то точно из костик это из моих костичек вот вы не путайтесь под ногами не мешайте мне же надо зарабатывать а стране нужны косточки всей стране но вы же не просто а это я почему вы же вот это я на следующем винаре покажу вы же откуда я взял то вы что сделали вы написали не передаются при генеративном разложении но все трудно было найти откуда вы передрали но трудно было найти вся же интернет все делать не путайтесь под ногами то есть уж совсем ничего не понимаете в этом если вы не знаете что у людей в суде вырастут я же 4 фильма снял вот такими фотографиями и у меня еще примерно на это на 10 фирма материалов только я там смакую одессе знаете до чего вот здесь вот я вставлю вот эту саму если это будет интересно поговорим на следующем вебинаре вот этот николай поначок и вот это вот открою вот этот ролик видите я не отболтался я не откачусь вы мне хотите помочь вы хотите чтобы я чего-то научился хорошо и ладу уговорили помните как этот мультфильм ладно согласен буду вашим королем так я согласен буду учиться так снегирев смотрел спутнику карту с удивлением увидел картину когда практически все пространство земли не занятая населенными пунктами разбита на правильные квадраты с кругами внутри такое ощущение что вся земля подвергается поливу при помощи механических установок это пара днр колоняр и херсонщина кто-нибудь знает про это знаете если бы мне эту карту прислали александр а то и хотите чтобы я умер на этот раз от любопытства уже юмору я очень прошу пишите спутнику карту вот именно с этими квадратами красная капуста имеет особая акция оксиданты которые не растворяются в желудке я этого славится заведяет старение если она не растворяется в желудке то в чем смысл вот мне кажется любая капуста полезна помните капуста сжигает жиры и пошло-поехало шлюфия добрый вечер спасибо винограду а ой сегодня критиковал что несколько дней от отчетов работа много сегодня купил сушеные плоды джида и солнца такого не знаю когда меня хотят это прикидывать а по нашим это серебряный серебряный стрелок растущий узбекистане внешний похож на зизирус буду выращивать по прикосам до сару году вроде отчитывался так внимание не буду открывать и вас я тоже вот видите его сюда разберемся извините не помню все открывать не буду все сроки выше 4 сейчас пошел а мы не закончились вебинаром будем дальше на на канале сад без проблем украина автор говорит что трех пятилетний дерево с плохими корнями хорошо приживается за счет объема древесины не согласен не буду спорить не согласен и все вот если я за свою жизнь вырастил посадил пересадил 30 тысяч деревьев хоть как меня это обзор металлургом вот я бы заметил что с плохими корнями можно так теперь никто заявляет что южный сартанья выгрызает вызреваетесь высокую крону это опять повтор то есть могут это уже с вами читали пс он живет во второй зоне морозостойкости селекционер колонновидных ямы информацию я узнал на его форуме южный сартанья выгрызает высокую крону ну давайте так там вроде бы вишни мако скрещивались вишни обычно я читал про эту мако мне это не интересно понимаете и вот это я проверять не буду южный сартанья выгрызаетесь выгрызает за милый душ очень быстрее вся но я же не спорю с этим товарищем есть такое мнение есть данил захочет проверить почему заводчик а привил к я высоко крону южный сорт и вот пожалуйста у него это я не верю я живу не говорю да не думаю этого дела и посерканцев уровень уже как минимум мой попросите а по грамоте себя превосходит вот но право и проверить и донести до общественности если он дойдет до этого тут вопрос принципиальный есть точка зрения она чаще встречается что чем выше кроме тем чем выше крона тем верхние тоже теплее именно там надо плевать моя практика чем ниже тем теплее и чем ниже тем ниже надо плевать за мной вот это состоит кстати мы закончили нет надо не упиши считайте что закончили если взять опять тема были а мы были где-то там вот здесь вот да вот здесь 90 процентов нет если примитые крону есть искали собственно а если просто взять примитые просто неважно где 90 процентов привитая в основании штаба раз или в основании скелетной ветки которая прикрепляется к штабу как можно ближе или ниже или самом начале скелетной ветки или самом начале если с молодой то есть прям буквально чуть ли не корни шейку вот и это после этого мне брать и кто-то что-то окажется себе все это привил верхние этажи то есть верхушки верхнюю часть кроны вот это было здесь было бы пусто или мы здесь кукиш 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 и один раз набрал фото кукишей мне нужно было достать и потому что меня опять же обвинили в том что я не прав вот я взял и выбирал самый красивый кукиш а потом выбрал вот так и статью вставил ничего на 50 редактор был тут такой знал что кстати ради статьи железова люди тысячи покупают его и эти газету и вот эти кукиши были вот так а здесь бы они разнообразие разнообразие равен×3 повторяю основание штамба или в основании связанные прикреплен week само так и что-то там еще Данил писал еще немножко подумаешь там четвертый час зато предыдущий раз мы это по полу вебинара мы так и не увидели ну и как теперь обратно то что это будет сделать стоит только выскочить оттуда теперь мне обратно попасть сюда нет не тут сейчас попадем справедливым путем потому что я не могу сдаться в прошлый раз сдался а в этот раз не могу а снова Данил так где-то вот здесь он писал а ну вот мы дошли до вишни мака скречивали с вишней обычной ну получилось 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 сало как сало я бы не стал даже пробовать вот эту скрещенную мака с вишней мечтаю сделать гибрид между другой вкусным боярышником маршмулой германский черные рябины красные рябины без горечь если вот все это перечислить воду в этом плаконе раз два три четыре пять пять в одном ну дальше до сих пор дальше царапаза нет царапаза ладно даже шарафоги не помню чтобы что-то получалось я шарафогу не верю а ты знаешь что такое гибрид персик слива абрикос и там не верю в один раз прислали мне гибрид как раз абрикос слива и персик причем назвали его не шарафогой а просто скромно гибрид запятая персик запятая абрикос слива вырос и слива а я же переливал должны были качества храниться присылали мне персиковый абрикос догадались что получилось нормальный абрикос присылали мне а сейчас скажу 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 нектариновую сливу я представляю пусть нектариновую но это должен быть шедевр опять слива как слива че пробовать то есть все мои попытки обзавестись не только что из косточки вырастить двойной и тройной гибрид а даже прививка который на которую вся надежда это не удавалось получить и тогда я понял за во первых веры нет потому что у чека настоящая а также тройной гибрид настоящий или пусть даже двойной персика луча мы и так далее вот даже двойной никаких шансов нет что он повторит строго эти качества у меня же вспоминаем на манжурец привел еще раз академика на академика принял королевский получились тройной гибрид невиданной не слыхан это фаина стоило мне фаину привить на другие деревья сейчас сохраню качество во все пять разных получились поэтому я учитываю свой опыт плюс то что в голове уже отложилось виде теории вот я считаю что эта работа как минимум большой пользы стране не принесет вот тут где-то есть такая граница я не отвергаю ваши вот эти попытки пусть пятерной гибрид вот вы имеете ли пояршись ваш малой ваш мало черной рябины вот или там допустим красная рябина сергой двойные гибриды в пятерной ну что я скажу вот я сам таким был так если нажать ту ссылку то не получится перейти нужно скопировать ее полностью вставить поиск ну короче говоря чуть-чуть чем получится то получится так отправляем скриншоты на поиск отправляйте я никогда не скажу мне просто когда сказали общей фразы а вы этим занимаетесь какой-то если слов такого не знаю вот когда конкретно мне ссылку тут и обязательно загляну или в рот любопытства а вова вы данил интересно я тоже не верю шара фугу может обычно санта сливы продают до 90 процентов это так а вот селекционное достижение флойда зайгера верю вот но верить никто не запрещает так злая юрьевна еще пишет ну что ребят сейчас это компенсация за короткий вебинар прошлый по неволе получилось так дальше будем слушать я подожду вы будете отключаться а я подожду покупала как хорошо что нас покупала шара фугу появилось несколько плодов похожих на вишню на вкус гадость вот уж кинули кинули вот уж кинули кинули вот это да да еще и вишня хотя это должна быть что-то среднее между верить между а персиком сливой и абрикосом это и шарапуга якобы гибрид а у вас еще и вишня здорово вот я имею ввиду 5 в 5 в 1 знаете что до сих пор лидером был мичурин так если вы сделаете 5 в 1 вам наше время слава не прибавить потому что если я сижу как это мышь под веником и не могу высунуться со своими идеями на хрен извините не нужен а если вы сделаете 5 1 вот это чисто научный подвиг чисто научный если вы хватит времени вот вам придется заниматься сеансами носит ну лет 30 самый малый 5 в 1 нет пожалуй лет пятьдесят она еще все 20 даже 30 успеете тогда успеете быстро не получится ждать столько лет показываться светит а потом отбор потом опять показывает светит она опять будет то папа то мама топ соседа то бабушку то в дедушку вечерин в отчаянии писал но ничего вот не получается а у него тащит балкет и бабушка вот и вот и все вот детушка бабушка вот они виноваты что опыт сорвался и у вас так будет так но сначала попробую пары потом пары скрещивать еще раз говорю если вы это сделать это будет очень подвиг с другое дело что у него никто не оценит будьте готовы к этому мою виктори нагрузации не ценили и вашу не оценят причем я смело в этом пришел не носит наши придут шансов все равно около нуля так ну что давайте данила будет закругляться дождусь что вы сейчас напишите как вы хорошо записали я успею скрещивать пары пары скрещивать и так вегетативно молодые сеянцы плюс опыление так вегетативно молодые сеянцы но и довести до отношения довольно быстро можно за года за три плюс опыление ну вообще не с вами приятное дело им это кажется я уж так уже начинаю свой пессимизм менять на оптимизм ведь сообразили же молодые сеянцы вегетативные это уже три года всего и вот они зацвели и опыляем до 20 лет всего лишь понадобится вот вы спросили получится это опять пишется данил данила пожалейте наши читатели это ему это я фанатик пожалейте наши слушатели ну давайте еще послушаем ну вот смотрю я вот она молодец сколько в лес если начать с вегетативным молодых сеянцев да да это быстрее два раза митюрин писал что молодые сеянцы были измельчены ну когда измельчены то это и получается как это если хочешь иметь верную живу а потом окажется что она измельчена так и тут плюс на минус с одной стороны измельчились хорошо можно добиться изменений а зубы со мной они потом настолько это как бы это назвать то деревья можно отнеси слова распутай и все концов не начать данила пожалеть и мне все это нравится она была бы нас двое мы еще до утра выписали вот это изменчивость это такая вещь это палка от двух этих до нее двух концах а десяти концах палка десяти концах вегетативное не дают какой-то закрепление качеств дают 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 но не слабенькие понимаете они рано или поздно когда-то до предснежной зимы как замерзнут и начинаю сначала вот что я боюсь что ваша работа может кончиться да еще смотрю где вы живете вы же написали вот она растающая вода 27 человек терпеливо ждет наши люди наши этих ничем не поймешь не напугаешь мне даже интересно что сейчас данила пишет их превью друг другу а потом когда будет виден результат изменится листья черенки превью на взрослое дерево для более быстрого плотношения и потом перепыления все равно 20-30 лет ну что данила ну и хватит просто я очень вас уважаю вот а виноват я завел вас может быть своим недоверием завел своим этим скептицизмом завел так дальше взрослое дерево другого вида семечков а ну там оно это взрослое дерево другого вида оно быстро перекорежит все ваши достижения вы потом сами не узнаете это я вам говорю железа вот тут вы уже все вы сходите с тропы вступаете опять на это же самое витативную гибридизацию а витативные гибриды что посылать железу один из главных витативные гибриды существуют они дают даже генетическую изменчивость но тем более не повторяются ну что мне с вами делать я Данил ну такой мужик попался упертый, умный, грамотный а я ему все палки в колеса, палки в колеса под конец еще бах не повторяются вот так самому противно высказался, самому противно на наших глазах растет, развивается новая меча на наших глазах прямо сейчас ее минуту а вот таких еще и получается вот что но получить и сохранить Данила это разная вещь разная ну что на такой грузоноте заканчивать что ли нет нет Данил пишет так это я знаете все делаю я все пытаюсь выжать воду из этого из льда да да вода безвкусная читаем дальше буду пробовать по-разному мы съесть после прочтения Мичурина а вот вот попались все в дело все правильно ну что я скажу Мичурина это Мичурина так я сейчас буду заканчивать разговор ну что друзья будем прощаться через неделю встретимся обычно начинаю говорить а вот у меня тут вот видите ссылочка заказать семена вот а завтра я прослось в лучшем случае как обычно или не одного или один заказ вот это тоже есть к сожалению таким путем распространить новое знание с помощью семян потому что если я купил семена у меня начинается головная боль вот но пока у нас так не получается лучше всего сходить в магазин и купить отральные фрукты это при том что многие имеют какие-то ну все я с вами прощаюсь на сегодня вот до свидания и у меня это полденадцатого ночи и Продолжение следует...